Похоже, в декабре киноделы решили перевыполнить норму по игре на фанатской ностальгии. Не успели отгреметь охотники на привидении Человек-паук, как в кинотеатры врывается продолжение культовой трилогии «Матрица». Какой же получилась картина? Первое, что нужно сделать перед походом в кинотеатр, пересмотреть оригинальную трилогию. В противном случае лента вряд ли найдет отклик в сердце зрителя. Фильм заново знакомит нас с Томасом Андерсоном, актер Киану Ривз. Теперь уже гейм-дизайнером, который 20 лет назад создал трилогию игр «Матрица», рассказывающую о виртуальном мире, в которой роботы заключили людей. Теперь у Томаса выгорание и экзистенциальный кризис. Порой он путает реальность с виртуальным миром своей же игры, а потому лечится у психоаналитика и принимает синие таблетки. Однажды в кафе он знакомится с Тиффани, женщиной, да более похожей на героиню его игры Тринити, с которой, увы, ему ничего не светит, ведь она замужем и с детьми. По крайней мере, так все выглядит на первый взгляд. Фильм активно вовлекает зрителей в происходящее на экране. Вместе с главным героем в поисках истины мечемся и мы, действительно ли мы в «Матрице» или все происходящее, лишь плод воображения Андерсона. «Матрица» — это, пожалуй, франшиза с самым большим количеством сопутствующей конспирологии. В свое время Вачовски многочисленными отсылками к религии, философии и мифологии создали для этого невероятно благоприятную среду. Теперь же Лана Вачовски решила сыграть на этом и сочно выстебать вечно непонятую франшизу, а заодно и студию Warner Bros. Вместе со всей современной киноиндустрией и к бесконечным желаниям сиквелов и перезапусков. Особенно иронично выглядит сцена, где герои перечисляют самые разнообразные теории о настоящем смысле игровой франшизы «Матрица». Это аллегория капитализма, торжество квир-кодинга, или же успех трилогии в эффектно уворачивающемся от пульнеа. Мета-ирония картины кроется еще и в том, что подшучивая над фан-сервисом, фильм одновременно безбожно его эксплуатирует. Здесь вам и фразочки о карате и черная кошка дежавю, и системная ошибка 101, и множество других отсылок, вплоть до покадрового копирования культовых сцен. А вот визуал в картине поменялся, канула в прошлое зеленая цветокоррекция. Теперь вместо нее, акценты на знаковых для ленты синих и красных цветах, соответствующая одежда, волосы или подсветка персонажей. Также из новшеств, картину заполнили шуточки. Нельзя сказать, что их уж чересчур много, но в контексте «Матрицы» это весьма серьезная смена настроения. Из минусов, фильм сильно затянут. У авторов, оказалось не так много посылов, чтобы грамотно распределить их на два с половиной часа, и зрителю не становилось скучно. Уреже они полчаса, и картина ничего не потеряла бы. Например, фильм спокойно пережил бы отсутствие большинства флешбеков в виде мелькающих едва ли не в каждой сцене кадров из предыдущих картин. Из-за них есть ощущение, что перед нами не полноценная самостоятельная работа, а ностальгия по старым лентам. Пожалуй, самым большим разочарованием для фанатов станет то, что Вачовски в своей ленте фактически отказалась от развития франшизы. «Матрица», «Воскрешение» никак не расширяет границы киновселенной, а лейтмотив оригинальной трилогии о важности свободы выбора и вовсе отошел на второй план. Картина, когда-то задававшая тренды, теперь сама попала под их влияние, в ней есть сцена после титров. Смысловой нагрузки в ней немного, но она может повеселить. Четвертый фильм не в состоянии заинтересовать новых зрителей, незнакомых с франшизой. Да и есть ощущение, что у Вачовски такой цели и не было. Это лента в первую очередь для подросших вместе с героями фанатов оригинальной трилогии и самой Вачовски, ее личная рефлексия. Идея продолжения появилась у Вачовски после смерти родителя и друга. И если для Лили Вачовски потеря стала причиной не принимать участие в работе над четвертым фильмом, то Лана нашла в нем отдушину. Продолжение франшизы стало для нее своеобразной синей пилюлей. Ведь, безвозвратно потеряв одних близких в реальности, она смогла воскресить двух других едва ли не самых важных для нее людей уже в виртуальном мире. Именно поэтому четвертая матрица так не похожа на предыдущие части. Воскрешение не пытается перевернуть игру, как это делали первые фильмы. Эта лента скорее переворачивает наше понимание сути франшизы. Теперь этот фильм не столько о свободе выбора, сколько о нерушимой любви, способной сломать любые узы матрицы.